Музыка Но обучение здесь 400 детей, в том числе и тех, для кого школа стала вторым домом, под угрозой. Летом в учреждении прошла внеплановая проверка ГСЧС. Инспекция нашла более 30 нарушений пожарной безопасности. Відсутність системы оповещения про пожежу та управления эвакуацией людей та детей, відсутність справного внутрішнього протипожежного водопостачання, встановлення на вікнах металевых граб глухих, також встановлення на шляхах эвакуации в коридорах та під сходовою клітиною шаф. После трагедии в лагере Виктория и торговом центре в Кемерово решение окружного суда в декабре было однозначным. Школу Столярского закрыть до устранения всех нарушений. Проверка стала хорошим стимулом для администрации школы. За пару месяцев разрешился с десяток проблем. В подвальном помещении было вычищено полностью помещение само для того, чтобы в нем не находились какие-то лишние предметы. Это видно, если вы на камере снимете. Кроме всего этого была полностью заменена проводка в подвальном помещении. По всей школе проверили розетки и электрооборудование, установили пожарные ящики и информационные стенды. Родители помогли снять решетки с окон. Но на решение большинства проблем, в частности на установку пожарной сигнализации, не хватает средств. По предварительным подсчетам вся система обойдется в более чем 2,5 миллиона. Когда нам посчитали, сколько денег, мы это все отправили в Киев. В Киеве пока финансирования нет, потому что Минфин деньги в этом году на министерство не выделяет. И вот мы сейчас, как говорится, решаем вопрос нашим руководством, где оно будет искать деньги. В мэрии говорят, что понимают всю важность ситуации, но с финансированием помочь не могут. Таких школ вообще в Украине 4. Школа Столярского была первой. Эти школы подчиняются напрямую Министерству культуры, финансируются Министерством культуры. Согласно бюджетного кодекса, ни городская, ни областная власти не могут выделить финансирование на устранение тех или других проблем, которые есть в данный момент у школы имени профессора Столярского. Предлагают консультативную помощь и поддержку запросов в Минкультуры для хотя бы частичного выделения денег. Думают и о возможности внедрять пожарную сигнализацию поэтапно, чтобы не останавливать работу заведения. Тем временем в школе Столярского готовятся обжаловать решение суда о закрытии. Для подачи апелляции осталось меньше недели. Я считаю, что опасности никакой нет для существования детей. Понимаете? Потому что, вы знаете, самое дорогое в нашей жизни – это дети. И никто не собирается идти, так сказать, на то, чтобы их подвергать опасности. Уже в четверг в школу Столярского вернутся ученики. У них заканчиваются каникулы. Руководство учреждения заверяет – форс-мажор не повлияет на образовательный процесс.